Привет! Сегодня у нас видеорегистратор зеркала Мрубокс. Вот такая большая коробка и к нему еще камера заднего вида. Чем мне интересен Мрубокс? 4,5 года назад я снял свой первый ролик про этот видеорегистратор. М600R. Это была настоящая бомба. Отличное соотношение цены-качества. Он и здорово снимал. И был 3 в 1. Там был радар-детектор, там был GPS-информер. Спустя вот это время, 4,5 года, он до сих пор остается актуальным. И до сих пор он может составить очень неплохую конкуренцию. Именно этот регистратор до сих пор стоит у меня в машине. Единственное, что я поменял в нем аккумулятор. Заказал на Алиэкспресс аккумулятор и просто перепаял старый на новый. Они со временем вздуваются. Это одна из тех причин, когда вместо аккумуляторов начали ставить суперконденсаторы. В этом зеркале стоит как раз суперконденсатор. То могу до обзора этого зеркала сказать. Во-первых, ожидаю от него неплохих характеристик. Модель все-таки новая и еще на нее нет обзоров на ютубе. Предлагаю сегодня проверить этот экземпляр, новую модель и в конце сделать свои выводы. Начинаем. Быстро пройдемся по распаковке. Выбрал комплектацию с SD-картой на 32 гига. Можно, собственно, и без нее. Или же наоборот. Взять, например, на 64. Камера заднего вида идет в отдельной коробке. Ее разрешение Full HD 25 кадров в секунду. Обычно в этом ценовом сегменте задние камеры идут попроще. HD-качество. Угол обзора 60 градусов. Кабель питания 8 метров. Перейдем к зеркалу. На упаковке маркировка раскрывает почти все характеристики. Зеркало 2 в 1. Регистратор и GPS-информатор. Процессор M-Star 8339. Матрица Sony IMX 307. Угол обзора 170 градусов. Присутствует Wi-Fi-модуль. Рабочая температура от минус 35 градусов. Корпус зеркала сделан весьма недурно. Не замечено ни люфтов, ни заусенцев, ни прочих недоработок. Снизу находятся кнопки управления, микрофон и кнопка сброса. Сзади динамик, вентиляция, крепление и подвижный объектив основной камеры. При питании в зеркало поступает 12 вольт, а не 5, как это обычно бывает. Так что при подключении без адаптера к бортовой сети оно не сгорит. Во всяком случае не сразу. Шутка. А вот этот приемник явно достался от старшей модели M680R, в которой есть еще и радар-детектор. Сверху находится разъем для SD-карты. Разъемы питания, задней камеры и GPS-модуля. GPS-модуль сделан внешним, его можно спрятать за зеркалом. Но если бы вы его встроили в корпус зеркала, было бы лучше. Резинки крепления. Адаптер питания в прикуриватель с кнопкой. Картридер. Запасные предохранители и салфетка. В завершении инструкция на русском языке и гарантийный талон. Обратимся к меню. Так как у нас радар-детектора нет, меню упрощенное, потому что не нужно настраивать сигнатуры. Первая настройка детектирования. Громкость, скорость максимальная, расстояние до оповещения по базе, калибровка скорости, GPS-состояние. Вторая вкладка позволяет менять разрешение, цикл записи, G-сенсор, датчик движения, включить-выключить запись звука и GPS-трекинг для отслеживания перемещения по карте. В общих настройках у нас датчик парковки, включение-выключение Wi-Fi, дата, частота в килогерцах, режим заставки и автозатухание экраном. Также можно изменить яркость, звук от кнопок, штамп скорости, госномер автомобиля и часовой пояс. Язык по умолчанию стоит русский, отформатировать карту памяти. Вот, в принципе, и все. Временно разместим камеру заднего вида на зеркале, под резиночку, так как устанавливать постоянно я ее не планирую. У меня там уже стоит камера. При подключении Wi-Fi сразу выдается пароль, который нужно ввести на телефоне и подключиться к сети Wi-Fi. Скачиваем с PlayMarket приложение 9i. Приложение достаточно простое и очень похоже на все остальные от других производителей. Здесь можно посмотреть то, что записано на карту памяти, не вытаскивая карту памяти. Также можно посмотреть фотографии. А теперь давайте посмотрим на съемку днем. Откровенно говоря, ожидал несколько иной картинки. Очевидно, что присутствует зернистость, а также завышенная резкость, перешарп. В чем причина, в сенсоре, в процессоре, в софте или в линзе, я судить не берусь. Самое интересное, что задняя камера снимает хорошо и даже лучше передней. Несмотря на то, что в ней нет стабилизации, перешарпа не наблюдается. Посмотрим, как же она снимает ночью и в сумерках. На первый взгляд, когда нет ярких огней, все неплохо. Но как только появляются фары встречных автомобилей, множество муара и бликов. Возможно, ситуацию исправил бы CPL-фильтр, но его в комплекте нет. Птелемей-С. Ограничение скорости. 60 километров. В конце сделаем выводы. У этого регистратора обнаружились как и плюсы, так и некоторые минусы. Главный, конечно, плюс – это его цена. Сразу скажу, на свою цену он отрабатывает на 100%. Потому что 7000 рублей за регистратор зеркала с задней камерой неплохого качества. По сборке так вообще отличное качество. Это оправданная цена. Из минусов. На мой взгляд, ухудшилось качество картинки. Еще один минус – недостаточная чувствительность микрофона. Разные производители двигаются разными путями. Кто-то улучшает качество, но неизбежно повышает цены. Кто-то идет обратным путем. Естественно, гораздо приятнее снимать на обзор регистратор, который увеличивает свои возможности, увеличивает свое качество. Ну и, конечно, повышает цену. А вот с точки зрения производителя, не всегда повышение цены и повышение качества является оправданным. Поэтому эту сторону мы рассматривать не будем. На сегодня все. Подписывайтесь на канал. До скорого. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok